Я сейчас ставлю запись. Всем добрый вечер. Рады вас приветствовать на нашем вебинаре по здоровью. Речь сегодня пойдет, что же скрывается за воспалительным процессом и вообще, что такое воспалительный процесс. Потому что воспалительные процессы, они могут быть совершенно разного характера. И вот мы сегодня поговорим именно о воспалительном процессе, который вплотную связан со многими заболеваниями, опять же, связанными с нашим стилем жизни, друзья. Я поделюсь с вами сегодня слайдами обязательно и разберем с вами тоже поподробнее немножко один тест. Я хочу вам показать немножко поподробнее все-таки, что же у нас по тесту крови мы можем видеть. Это очень, на мой взгляд, важно, потому что, чтобы вы понимали, для чего нам нужна баланс-концепция. Итак, многие у нас говорят о значимости поленасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3. Обратите внимание, что я сказала омега-6 тоже, потому что многие полагают, что омега-6 это вообще враг. Это совершенно не так. Омега-6 и омега-3 это незаменимые жирные кислоты, которые очень нужны нашему организму. Но в балансе. Самое важное, что в балансе, друзья мои. И вот чем мы занимаемся, уже седьмой год я этим занимаюсь, именно определяю, есть ли у человека баланс в организме между этими жирными кислотами. И сегодня речь пойдет о том, почему же так важно иметь эти жирные кислоты в балансе и как действительно связан воспалительный процесс вот с этим балансом или дисбалансом. Друзья мои, то, что мы чувствуем себя многие, когда мы молодые и бодры, мы чувствуем себя замечательно и чувствуем, что мы здоровы. Но никто никогда из нас не задумывается, действительно, пока у нас не возникнут какие-то симптомы, что же внутри скрывается. Вы видите на картинке, на этом слайде именно айсберг и большую часть мы действительно внутри не можем видеть, что же у нас. Так вот, что предлагают норвежские ученые. Они предлагают заглянуть в свой организм с помощью анонимного теста крови и посмотреть на самом деле, есть ли у нас воспалительный процесс. Есть ли воспалительный процесс. Что это такое, с чем он связан? Напрямую связан с дисбалансом жирных кислот омега-6 и омега-3. Вот они считаются незаменимыми. Я не понимала до какого-то времени, что значит незаменимые. Я думала, что чем-то их нельзя заменить, потом мне объяснили, просто наш организм их не синтезирует вообще, но они являются строением нашего организма, то есть без них мы не могли бы жить. И вот эти жирные кислоты незаменимые, мы их можем получить только через еду. И что, в принципе, установили норвежские учебные, проводя клинические исследования? Они увидели по тестам крови, сейчас на данный момент, вот на данный момент мы с вами говорим сегодня на 18 февраля, мы уже приближаемся почти к 500 тысячам тестов крови, то есть полмиллиона тестов крови сделала вот эта компания. Эти тесты крови делаются совершенно анонимно в независимой лаборатории, которая находится на территории Норвегии. И это является лидирующая лаборатория, такая ведущая ее называют. Вы видите на слайде в нижнем левом углу ВИТОС написано, это и есть название этой лаборатории. И если вы хотите, вы можете зайти на страничку vitos.no и посмотреть вообще, чем они там занимаются, эта лаборатория, почему она такая лидирующая. И друзья мои, вот по этим тестам крови на данный момент установлено то, что у 75% людей со всего мира, неважно совершенно где они живут, находятся в полном дисбалансе жирные кислоты омега-6 и омега-3. Как я начала с чего разговор наш сегодняшний? Нам нужны и группа жирных кислот омега-6 и жирных кислот омега-3 группа, но в балансе. И баланс правильный. Это 3 к 1 или в идеале 1 к 1. То есть одна часть омега-6, а не одна часть омега-3. Или в 3 раза доминировать может группа жирных кислот омега-6. Но как вы видите на слайде, у 75% мирового населения доминирует омега-6 в 15 раз. Это средний дисбаланс. Вот 20% населения всего мирового имеет приблизительно, это если брать по Европе, особенно имеет приблизительно 7 к 1 средний дисбаланс. Все равно выше того, что должно быть. И только 5% людей, у которых нет вот этого дисбаланса. Этот дисбаланс напрямую связан с воспалительным процессом в организме, с разрушительными процессами, которые, друзья мои, самое страшное, что они никак не проявляют себя эти воспалительные процессы. Мы можем до какого-то момента 5-10 лет не чувствовать ничего, а потом пойти к врачу и нам диагностируют, например, сахарный диабет второго типа. И скажут уже пожизненно пить определенные таблетки или посадят на инсулин. Или, например, другая ситуация, когда человек приходит к врачу, ему диагностируют рак груди четвертой стадии. И он задает себе вопрос, почему он не чувствовал ни первую, ни вторую, ни третью стадии. Потому что это и было начальное, начальное, это сначала идет воспалительный процесс, это предшественник разным очень тяжелым заболеваниям. Предшественник. Так вот мы можем вот этот вот воспалительный процесс, представьте себе, диагностировать с помощью вот такого обычного анонимного теста крови на жирные кислоты в организме. И что самое привлекательное, самое радостное, то, что вторые тесты крови тоже делаются, повторные, у которых совершенно другой код. То, что никто не может, кроме нас, сравнить первый тест со вторым тестом. Вот я, например, сделала первый тест, у него один код, второй тест, у него другой код. И вот эти два теста могу сравнить только я, никто более не может сравнить, да, потому что, когда я отсылаю в лабораторию, вот в эту ВИТОС независимую, я нигде не указываю ни имя, ни фамилию. Так вот радостная вещь та, то, что у нас 95% из тех, кто потреблял баланс масла после того, как сделал первый тест крови, приходят в полный баланс. То есть три к одному получается, да, этот баланс. То есть когда у нас в организме всего в три раза доминирует группа жирных кислот, доминирует омега-6. ВИТОС, эта лаборатория, она сотрудничает не только с компанией Зинь-Зина, но она и сотрудничает со многими фармацевтическими компаниями, со Всемирной организацией здравоохранения. Также сотрудничает у нас с Оксорском университетом, с Кембриджем, и вы видите на этой страничке со многими организациями. И у этой лаборатории есть GMP-сертификат. Но чем отличается этот тест от обычного теста на жирные кислоты, который берется из вены? Этот тест, вот именно наш тест, он берется из пальцев. Используется капиллярная кровь. И мы берем эритроциты. Именно ученые, они смотрят по эритроцитам, которые держат историю, то, что мы с вами кушали в течение последних четырех месяцев, 120 дней. В то время как, если мы возьмем из вены, допустим, тест, то берется обычно плазма. И плазма держит нашу историю, что мы с вами кушали, всего 7 дней, неделю. Поэтому, чтобы мы понимали действительно в динамике, что мы кушали, как это влияет на наше здоровье, как нам необходимо сделать противовоспалительное питание, какие продукты нам необходимо уменьшить в рационе, какие наоборот добавить. Нам необходимо именно эритроциты, капиллярная кровь. Сейчас я вам показываю тест крови невзрослого человека. Как вы знаете, красный цвет это показывает на сильнейший воспалительный процесс. Желтый цвет это среднего характера воспалительный процесс. И зеленый это когда у человека все в порядке. Вот этот тест, сделан в апреле месяце, первый вы видите с левой стороны слайд вот этот, 2018 года, ребенок, 4 года, мальчик. Посмотрите, пожалуйста, здесь нет, единственное это зеленое, зеленое, единственное есть показатель, один. Остальные все красные, это сильнейший воспалительный процесс. Ребенок не 60 лет этот, нет, это 4-летний ребенок. Вы можете просто представить себе, да, какие у нас вообще результаты у детей. То есть самые-самые действительно худшие тесты крови, но и худшие, это дети, веганы, вегетарианцы и спортсмены. Посмотрите, пожалуйста. Второй повторный тест ребенок сделал после того, как он потреблял ежедневно баланс масла в течение, здесь больше, чем 4 месяца прошло, они попозже немножко сделали тест крови, этот вторичный, в ноябре 2018 года. И вы посмотрите, пожалуйста, какие результаты у мальчика. То есть у него ни одного красного нет. Первый показатель – это ваша защита, это насколько действительно мое питание, оно полезно для моего здоровья, эффективно или нет. И показатель здесь у ребенка был 0, но второй тест показывает 78% желтой зоны, это отлично. Уровень омеги-3 в крови – это самый главный здесь показатель вообще в этом тесте. Сколько у нас омеги-3? Омега-3 является огнетушителем, друзья. Омега-3 – это то, что тормозит воспалительные процессы. И чтобы вы понимали, она не одна. Четыре типа есть омеги-3. Четыре типа. И два из них особенно важны, потому что один из типов, он необходим именно для нашей сердечно-сосудистой системы, сердца, чтобы не были оттуда у нас никакие заболевания. А второй тип – это конкретно в наш головной мозг входит. Это омега-3. И если там ее нет, у нас могут быть очень нехорошие последствия, я скажу, какие тоже. Так вот, друзья, вот этого мальчика, посмотрите, пожалуйста, вот этот показатель, уровень омеги-3, второй результат. Минимально должно быть 8%, чтобы не было никаких воспалительных процессов в организме у ребенка. У него 2,3, 2,3, то есть это даже минимума нет. И посмотрите, пожалуйста, через приблизительно 6 месяцев 7,2. У ребенка почти 8%, почти минимум уже есть. Это вот каким образом действует этот продукт. То есть насколько действительно сильный антиоксидант в этом продукте, что он не позволяет омеги-3 окисляться, и она находится в крови, что очень важно. Теперь, друзья мои, для того, чтобы у нас с вами не ухудшалось зрение, не ухудшалось состояние костей, чтобы у нас нормально работала сердечно-сосудистая система, чтобы у нас нормально работал головной мозг, чтобы мы не забывали, почему мы к холодильнику подошли или вошли в комнату, чтобы у нас структурированная речь была о том же самое. Нам очень важно, чтобы в головном мозге один из типов омеги-3 обязательно был. Но от чего зависит, будет ли он там? Опять же, от того, какое количество омеги-3 в крови. Вы видите, у ребенка нет этого. Поэтому этот ребенок, он был гиперактивный. Сейчас все в порядке. Но я хочу обратить внимание еще и на еще один показатель. Индекс текучести клеточных мембран. То есть это оболочки клеток. Насколько они плотные. Вот это самое важное, что мы здесь делаем. Это оболочка клеток, это есть ворота в организм для всех витаминов, минералов и антиоксидантов. Это очень важно понимать. Они просто так не усвоятся, эти витамины и минералы. Если мы съели килограмм морковки, а витамин не просто, он туда пришел, например, к примеру, да, он должен пройти через оболочки клеток. Прийти в клетку и выйти на периферию в готовом состоянии. Все процессы происходят в нашей клетке. И принять должна клетка витамины, минералы, антиоксиданты. От чего зависит, принимает клеточка наша или нет? От плотности оболочки клеток. И вот теперь обратите внимание, у ребенка, если вы посмотрите, 19 было. Это при том, что максимально допустимое 4 к 1. 4. У него 19 к 1. То есть почти в 5 раз хуже. И посмотрите теперь, какая у него стала. 5,6. Это то есть у него, значит, получается, что мы убрали многие риски, да? То есть начал кальций нормально поступать в организм. Понимаете, с чем кальций связан? В серии витаминов – это наш головной мозг. Это вот эта гиперактивность и, скажем, утомляемость детей очень быстрая тоже самое происходит. Не потому, что они у нас ленивые или потому, что у нас там, скажем, по наследству генетически передалась какая-то, знаете, эмоциональная такая подвижность. Совершенно не поэтому, а именно потому, что у нас просто на физическом уровне ребенок не может усваивать ни новую информацию, не может 45 минут там сидеть на уроке. Не может, просто не в состоянии физически это сделать, понимаете? Поэтому это очень важно, чтобы каждому ребенку сделать такой тест и посмотреть, на самом деле, с чего мы стартуем. И прежде чем что-то пить, необходимо действительно видеть полную картину. Теперь обратите внимание на следующий слайд. Это все тот же ребенок. И теперь я хочу обратить внимание, чем отличается вот этот тест, который предлагают норвежцы сделать, от любого другого теста, вот который я знаю, допустим, из того же, ну мы уже определили, что из рены это совершенно нельзя даже близко сравнить. Здесь берутся все 11 основных жирных кислот. Все 11, которые составляют 98% всех жирных кислот нашей крови. Здесь очень важно понимать, что каждая кислота, она в ответе за что-то. То есть если она в переизбытке, одна кислота, например, там, да, она может, в принципе, указывать на то, что у нас есть риск сахарного диабета второго типа. Например, понимаете? Вот, например, насыщенные жиры. Если у нас их очень много, это вот отклонение. Мы видим очень четко по тесту, но в любом языке его можно распечатать. Вот эти три столбика очень важны. Первое – это какая цель у нас, чтобы у нас все в идеале, как часы, работало. Второе – это наше значение. И третье – отклонение. И если это отклонение ушло в плюс, как вы видите у мальчика, 5,3. Это в плюс у него ушли насыщенные жиры. Значит, что? Если этот плюс будет возрастать, это явный риск сахарного диабета второго типа, повышенного холестерина и так далее. Это ребенку 4 года. Что мы можем говорить вообще тех же самых взрослых, которые питаются, я имею в виду, подростки? Совершенно неправильно, да? Вот. Теперь обратите внимание. Олеиновая кислота – то же самое, это омега-9. Если видите, у ребенка тоже она 3. Она в переизбытке, в общем-то, здесь, да? Тоже не в таком, не в катастрофическом переизбытке, но все-таки в переизбытке. Она очень важна. Насыщенные жирные кислоты важны. И то же самое олеиновая кислота – это она очень важна. Она, допустим, олеиновая, она очень важна и влияет на многие-многие системы. Эндокринную, например, систему влияет, на сердечно-сосудистую, на иммунную систему, на нервную, на пищеварительную систему влияет. Именно омега-9, чтобы она была у нас в организме обязательно. Но видите, это омега-9 и насыщенные жиры, они синтезируются нашим организмом тоже. Мы не только их через еду получаем. Поэтому нельзя сказать, что они незаменимые. А вот омега-6 и омега-3, они именно незаменимы. Что, по сути дела, друзья, мы делаем, для чего этот тест крови? Чтобы сделать противовоспалительное питание. Но по тесту крови мы можем видеть следующую картину. Вот обратите внимание на три нижние омеги-3. Это именно через баланс масла, который приходит. И вот посмотрите, у ребенка должно быть 4,1, чтобы не было риска для нашего сердечка. Чтобы у нас все было в порядке. Но у ребенка 0,8. Вы обратите внимание, 0,8. А второй тест показывает, что у него 3,4 стало это. Потому что что? Потому что с помощью баланс масла, то, что необходимо для нашего сердца, и для сердца ребенка этого, пришло в организм. И, соответственно, мы убрали риск. Убрали риск. Убрали риск у него какого? Сердечно-сосудистых заболеваний. Понимаете? А уже были эти. Был риск у маленького ребенка такой? Уже риск был. Сердечно-сосудистых заболеваний. То же самое. Обратите внимание на последний показатель. ДГК так называемое. Это один тип омеги-3, который, как я сказала, должен быть в головном мозге. Наш головной мозг состоит на 60% из жиров. И вот обратите внимание, должно быть 4,9. Для того, чтобы функционировал он нормально. Для того, чтобы у нас не было эффекта короткой так называемой памяти. То есть, чтобы у нас нейроны, клетки головного мозга, они нормально между собой функционировали. Нам необходимо, чтобы было 4,9. У ребенка 1,4 было. И стало, обратите внимание, после того, как он потреблял баланс масла, 3,9. Это очень замечательные показатели. Самое главное, что этот тест делается очень просто. В домашних условиях можно сделать. В любом месте, где вы находитесь. Вот в этой коробочке все есть. Сделали, приклеили марку на конверт, который тоже лежит в этой коробке. Вот и отослали в независимую лабораторию. И на конверте указан уже адрес. Приблизительно через 14 дней, приблизительно, приходят результаты этого теста. Он не придет нам на e-mail, он не придет нам по почте. Мы нигде не указываем ни имени, ни фамилии, ничего. Таким образом, он придет. Мы можем до того, после того, как мы сделали тест, мы можем на страничке zinzina.test.com его зарегистрировать сразу. Тогда на e-mail нам просто придет письмо, что ваш тест готов. И тогда мы должны зайти опять же на эту страничку zinzina.test.com, выбрать русский язык обязательно в правом верхнем углу. Забить туда свой вот этот код теста и получить на 11 страницах А4 с рекомендациями по питанию готовый тест в нашей крови такой, понимаете? Самое главное, что если этот тест у вас будет первый, все замечательно. Если, допустим, у вас, скажем, клиент взял, скажем, пакет, или кто нас слушает, вот вы думаете, брать или не брать продукт, вы уже понимаете, для чего эти тесты крови делают, да? То, соответственно, если у вас будет результат положительный, все будет хорошо, и баланс, и нет воспалительного процесса никакого, то вам полностью гарантировано 100% возврат денег. Это тоже очень важный момент. Теперь обратите внимание, здесь мы думаем обо всех, то есть и веганы, и вегетарианцы, поэтому масло есть отдельно, для веганов то же самое, да? Есть разные вкусовые натуральные полностью добавки. Есть чистый лимон, есть ваниль, есть апельсин, мятый лимон, есть грейпфрут плюс лайм и лимон, то есть, в принципе, все, что вы хотите. Даже есть такое универсальное масло, это вот у нас средняя бутылочка, называется Аква-Х, то есть это масло, которое можно перемешать с водой, да, да, вы не ослышались, действительно можно перемешать с водой, потому что там есть уникальная формула, это тоже открытие в медицине, позволяющее с помощью натурального эмульгатора перемешать этот продукт с водой, и только не с горячей жидкостью, можно с любимым соком, и есть, конечно, капсулированное, то же самое капсулированное этот продукт. Друзья мои, но в чем уникальная формула заключается этого продукта? Ведь вы знаете, и в магазинах везде много омега-3, и если мы берем, скажем, многие думают, что рыбы много, я могу есть лосось-форель, не приведет лосось-форель вас к тому, чтобы воспалительный процесс у вас полностью угас, полностью ушел. Я объясню, почему. Зачастую форель, лосось – это искусственная выращенная рыба, поэтому я не буду весь процесс длинный этот вам сейчас пересказывать, но там даже может и не быть омега-3, чтобы вы просто знали. Рыба должна быть обязательно промысловая и дикая. Дикая промысловая рыба обязательно, только там жирная. Мы можем найти эту омегу-3. Здесь используются в этом продукты анчоусы, скумбрия и сардины. Три вида рыб. Но самое главное – это дело не в том, что здесь используется дикая промысловая рыба, поэтому этот продукт так хорошо работает. Не из-за этого. Здесь самое главное – совершенно другой антиоксидант используется. Обычно многие компании используют Е-витамин. Е-витамин, А-витамин, ну, Д3-витамин тоже в нашем продукте есть. Самое главное – это Е-витамин. Так вот, Е-витамин способен держать омегу-3 в неокисленном состоянии. Нам надо, чтобы в крови она оставалась обязательно, чтобы она не окислялась и не выходила через урину. Нам нужно, чтобы она была в крови минимально 8%. Так вот, чтобы этого достичь, необходим очень сильный антиоксидант. Е-витамин, к сожалению, может приблизительно держать омегу-3 до 8 часов. Это показывают клинические исследования, которые были проведены норвежскими учеными на протяжении 30 лет. Как мы можем это доказать? По тесту крови. Если человек, например, потребляющий, скажем, омегу-3 в комбинации с Е-витамином, потреблял ее 3,5 года, 3 месяца, 4, 5, 7, 10, мы можем просто предложить сделать тест крови, чтобы посмотреть, насколько эффективен его продукт и посмотреть уровень омеги-3 в крови. Так вот, здесь используется совершенно другой антиоксидант. Это полифенолы. Вот вы видите на страничке полифенолы. Полифенолы. Они взяты откуда? Из зеленых незрелых олив. Оливы нельзя эти использовать еще в употреблении. Вот их берут, собирают из древних испанских деревьев. И вот эти полифенольные соединения, они могут держать омегу-3 в нашем организме, что это нам просто жизненно необходимо, 40 часов плюс приблизительно, как показывают опять же тесты крови. Опять же тесты крови. Вот вы видели мальчика, тест крови, вы видели, какой уровень у него стал омеги-3 после использования продукта баланс-масса. У этого продукта, конечно, очень много сертификатов, и мы являемся партнером Friend of the Sea, друзья моря. То есть мы ни в коем случае не используем мясо криля. И самые основные различия вот этого баланс-масса, обратите внимание, это последний столбик, от любого аптечного продукта или продукта другой компании. Первое, это какой антиоксидант используется? Ну, как я сказала, здесь используются полифенолы, омега-9. Второе, есть ли сертификат GMP? Здесь есть сертификат GMP, халяль тоже. И здесь еще более того, проверено полностью спортивной такой организации Trusted by Sport, то есть на допинг. Соответственно, этот продукт могут пить спортсмены, что они делают. Известные спортсмены мира пьют баланс-масса. Тип жира, какой используется, рыбий жир или рыбный жир? У нас используется рыбный жир. Это сильное отличие, потому что рыбий жир – это то, что берется из печени, рыбный жир – это то, что берется из филейной части, прилегающей к мышцам. Теперь, индивидуальный подход к человеку. Присутствует ли индивидуальный подход к человеку обычно? Нет. В аптеке обычно вы продукт увидите, допустим, 2-3 капсулы взрослому, 1 капсула ребенку в сутки. Но если мы посмотрим, что нам необходимо самое главное? Нам необходимо самое главное, чтобы во всех оболочках клеток, у нас во всех, смотрите, был нормальный уровень омеги-3. Но согласитесь со мной, если мы берем взрослый человек 100 килограммов и взрослый человек 59 килограммов – это разное количество клеток находится в организме человека. Соответственно, нам необходимо пить по весу. И вот здесь вот вы видите уникальную формулу, которую опять же определили норвежские ученые для того, чтобы был у нас индивидуальный подход к каждому человеку. И количество ЭПК и ДГК. Я так коротко скажу, не буду называть их усложненно, эти два типа омеги-3. ЭПК и ДГК в миллиграммах сколько в сутки? Вот вы видите, я здесь поставила знак вопроса в аптеке и другой компании. Если вы потребляете какую-то омегу-3, посмотрите, пожалуйста, что у вас на баночке написано или на коробочке написано. Потому что любая уважающая компания себя, они обязательно выводят эти два типа омеги-3 на этих упаковках. Так вот здесь, если мы берем 80 килограммов веса, на 80 килограммов веса, 1283 миллиграмма получается. ЭПК – это то, что необходимо для нашей сердечно-сосудистой системы. И ДГК – то, что необходимо для нашего головного мозга, 683 миллиграмма. Выбор вкуса также присутствует здесь. То есть нет такого противного вкуса рыбы, как это было раньше, когда нам давали… Помните, в школе мы учились, может быть, кто-то помнит. Рыбий жир мы пили, да? Вот. Здесь есть разные вкусы, поэтому вот, в принципе, есть такие вкусы, как дети говорят, как фанта. То есть это вот апельсин, мяты, лимон. Сначала вкус идет апельсина такой с горчинкой, а потом идет после вкуса мяты. Это вот масло, которое я предпочитаю здесь. И здесь, конечно же, есть выборы – капсулы и жидкий вариант. То же самое. Вот это отличие, колоссальное отличие именно в самой комбинации, уникальные комбинации – антиоксидант плюс омега-3, качественные очень, да? И мы получили 18 подтверждений от Европейского агентства по безопасности продуктов питания. Вы видите эти все подтверждения вот сейчас здесь. Самые три основных – нормализация работы головного мозга, нормализация работы сердца и укрепление иммунной системы. И вот, соответственно, нормальное зрение. Каким образом масло может, баланс масла, влиять на зрение? Друзья мои, баланс масла открывает ворота в организм для того, что нужно для зрения. Лютеин, А, С, витамин и так далее. Нормальные зубы. Мы знаем, что для зубов надо. То же самое. Соответственно, все витамины, минералы необходимы, они просто приходят нормально в организм, доступ открывается. Вот что делает баланс масла. Это фундамент. Фундамент наших клеток. Как должно быть, чтобы в клетках не было токсичной среды тоже. Это очень важный момент такой, да? И вот это вот, вы видите, сертификаты, получается, не только у баланс масла получила эта компания, компания норвежская, но также и три еще сертификата на другие продукты, тоже от спортивной организации. Trusted by sport. Конечно же, мы за комплексный подход. И сегодня я вам рассказала об одной части конкретно этой баланс-концепции. Это баланс масла и это тесты. И что я порекомендовала бы, друзья, если кто-то нас слушает сегодня, и вы еще не сделали так называемый вот этот вот тест крови, да? Я очень рекомендую вам взять просто, связаться с тем человеком, кто вас пригласил сюда. Вот поинтересоваться, как этот тест крови можно сделать. Может быть, вам поможет человек тоже его сделать. Сделать этот тест и посмотреть, находитесь ли вы в зоне риска или нет. И если вы находитесь в зоне риска тоже, да, посмотреть и прежде всего сделать противоиспалительное питание, ну, друзья мои, у нас у всех есть выбор. Мы можем, первый вариант, либо кушать дикую промысловую рыбу, непременно ее надо только найти, чтобы она была дикая промысловая, и кушать приблизительно 250 граммов ежедневно. Опять же, как говорят ученые. Либо есть другая альтернатива, которую использую я, потому что мне так легче дисциплинироваться на самом деле. Я пью просто на свой вес десертную ложку каждый день вот этого продукта, что и вам желаю. Потому что вот об этом продукте я немножко тоже рассказала, об уникальной формуле. Вот его после открытия, этот продукт, нужно непременно держать в холодильнике, 45 дней максимально, когда вы открываете баночку. На каждой баночке написан срок годности. Вот эта баночка до 2022 года. Вот. И продукт натуральный, полностью натуральный, поэтому нужно его держать в холодильнике. Вот. Я вам желаю, прежде всего, конечно, здоровья. На следующей нашей встрече мы расскажем о другом продукте, который тоже входит в баланс-концепцию, так называемую капсулу здоровья, обязательно расскажем. И, конечно, делайте правильные выборы, и когда вы в магазине покупаете тоже продукты, пожалуйста, смотрите, что на этикетках написано, потому что это очень важно, действительно, для нашего здоровья, так как наша еда, еда является нашим лекарством. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы желаем вам хорошего вечера, всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...